всем привет 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 просто ну реально мы приехали рассказать что-то вам хотелось бы чтобы вы что-то услышали да для этого можно даже что то слушать меня зовут антон антонов я думаю что кто то из вас меня знает но знает даже не меня знает то чем я занимаюсь до Мы не берем, естественно, в расчет мою личную жизнь, да, если кто-то что-то знает, оставим это где-то там. Вот, я занимаюсь современной или научной психосоматикой, и как показывает мой опыт, наш опыт, да, всего нашего направления, что мы очень эффективны. Оказывается, что современная психосоматика, это вообще о человеке, это о том, как он живет, как он что-то делает, как он что-то выбирает, как он выбирает заработок, любовь, отношения, да, любовь и отношения, зачастую это разные же вещи. Вы согласны или нет? Да, вот сейчас мы это и узнаем, кто насколько согласен, а кто нет. Как мы выбираем соседей, как мы выбираем одежду, как мы выбираем все-все, в чем есть человек, в чем есть вот эта вот связка психики и тела, да. То есть психосоматика это обо всем, где есть человек, потому что психику вы не можете оставить дома, а тело взять, или тело оставить вы не можете. Ну, есть, конечно, уникумы вылетающие из тела, там все дела, но я скажу, да, это не критика, но я скажу, что с такими ребятами сложнее всего работать, потому что он уже вылетел, он говорит, ну все, я обратно не хочу, я в эту реальность больше не хочу. Что ты мне тут рассказываешь? Вот, я не отрицаю и не говорю за, есть это или нет, но люди, обращающиеся, ну, так скажем, утонувшие, да, в практиках оказываются самыми сложными для проработки, особенно если речь идет о симптомах. Симптомом мы называем все некомфортное, да, это может быть и болезнь, это может быть состояние, эмоции, это может быть поведение и так далее. То есть все есть симптом, все, с чем обращается человек, это симптом, и с этим уже можно работать. Сегодня мы выступим для вас вдвоем, я имею ввиду по очереди, сейчас вам отдаст информацию моя очаровательная систер Арина, я прошу вас ее поддерживать. Для такой искушенной публики, не знаю, выступала она или нет, но сегодня выступит, рад, что вы все слушаете. Мы поговорим сегодня про отношения, да, и про деньги, да, вот это интереснее будет. И про деньги, мы расскажем, что же такое человек в этих сферах. Арина хорошо разбирается в этологии, этология, да, это наука о поведении человека, об эволюционном его развитии, а современная психосоматика основана на этологии, да, это такая компиляция, но она сложена, да, на основе вот как раз этологии. Давайте знакомиться, меня зовут Данила Варина, автор проекта «Игра слов», я занимаюсь этологией отношений, этологией человека в целом, да, то есть это путь человека в рамках эволюции, то есть как мы с вами пришли в сегодняшний день, в ту точку, в которой мы находимся, и как эта точка изменяется. Давайте с вами начнем с того, как мы построим нашу с вами беседу, и я бы хотела, чтобы это все-таки была беседа, потому что четкого плана моей речи у меня нету, я за импровизацию, я за интерактив, поэтому если у кого-то из вас будут возникать вопросы, мы делаем стандартный рефлекс школьный, да, поднимаем руку и дальше уже, собственно, беседуем с вами. Давайте начнем с того, какие у нас инстинкты существуют, кто-нибудь знает, какие инстинкты, каждый из вас, мы же все осознанные, ребята, с вами, правильно, какие инстинкты у нас существуют? Половой. Половой, так, сексуальный инстинкт, есть один, еще, как? Самосохранение, есть, выживательный, и что там было? Любовь, любовь, секс. Любовь, любовь, это чуть-чуть о другом, но сексуальный, но близко, да. Так, и еще, женщины, давайте, гендерный инстинкт, второй. Размножение, так, а женский какой? Сексуальный мужской инстинкт, а женский какой? Удовольствие? Нет. Почему мужчина ответил про материнский инстинкт? Как так получилось? Все переживания, которые мы уже потом испытываем в современную жизнь, вот там у кассирша какая-то нас не так посмотрела, там человек какой-то мимо прошел, что-то такое унылое, да, или мы боимся вступить в отношения, например, по какой-то причине, нас партнер на что-то трагерит, это все следствие выживательного инстинкта, и вот как раз в эту зону я бы вам предлагала пойти, да, потому что у кого отношения есть стабильные? А что так скудненько-то? А что так скудненько? Ага, ага, окей, окей, хорошо. По-другому, кто хочет отношений? Поднимите руку, кто хочет отношений? Кстати, тоже скудненько. Ага, окей. А кто не хочет, кто принципиально не хочет отношений? Есть такие, принципиально не хотят, кто отношений? Ой, ты ж солнышко. Ты ж солнышко. То есть есть еще, конечно, генетический план, который тоже записывается, да. Вот как раз Антон очень здорово из моей, по крайней мере, практики взаимодействия с ним очень классно рассматривает именно генетические вопросы в том числе, то есть по сути мы тащим за собой выживательные модели наших предков, то есть наших родителей. Есть такое в этологии понятие, называется импринтинг. Тогда, когда мы запечатляем какие-то модели, да, выживательные модели у наших родителей. Потому что когда вот особь маленькая, давайте там на примере уточек, котят, кого-нибудь из животных, да, рассматривать. Когда вот человек, точнее особь, да, вот этого животного порядка, значит, рождается в этот мир, очень много опасностей, да. И какая у нас программа включается в этот момент? Повторяй за мамой, учись у нее, да, то есть этот процесс происходит от нуля до трех лет. Процесс эмоциональной сохранности, то есть то, как мы начинаем учиться эмоционировать, но на вот настоящий, собственно, мир, да, что мы испытываем. То есть считываем мы это все с мимики, с ее движений, насколько она там расслабленная, да, насколько она напряженная. То есть, по сути, детей чему-либо научить невозможно. Мы можем только показывать каким-либо примером, то есть показывать собой, то, как мы должны, собственно, жить в этом мире, да. Что происходит дальше с трех до шести лет? С трех до шести лет у нас происходит модель уже формирования внешнего мира, да, то есть как мы взаимодействуем со внешним миром. Это уже программа отца, то есть в этот момент детеныш, он начинает фиксировать именно вот эту вот задачу, да. Ну вот принцип подобное притягивает подобное, да, то есть или что излучаешь, что и получаешь, он очень близок в отношениях, да, то есть мы на самом деле считываем человека еще до того, как мы узнали его интересы, еще до того, когда мы там вступили с ним в какой-то телесный контакт, да, там потом всякие сексуальные совместимости там мы наложили. Это все происходит на самом деле намного быстрее. То есть когда мы попадаем в поле определенного человека, есть такое понятие «знатель релизера», то есть это определенные строения человеческого организма, в том числе там кости, хрящи, мышечные, да, наросты, то есть мы смотрим, насколько этот человек совпадает с нашей стаей, то есть по сути он несколько должен напоминать нам тех, с кем мы выросли, да, то есть это могут быть люди нашего детства, в первую очередь это мама и папа, второе это уже там бабушки, дедушки, друзья, братья, сестры и так далее. То есть мы все формируемся в некую такую одну стаю, и мы ее все время ищем, все время притягиваем и пытаемся все время себя обмануть вот в этом вот месте, да, тогда, когда мы вступаем в какие-либо взаимоотношения, и в какой-то момент мы начинаем такие «Валера», ну, начинается, да, у нас вот и пошло вот так. Что дает нам ощущение времени? Какая наша функция дает нам ощущение времени? Прогнозирование. Приближение к смерти? Прогнозирование еще ближе, а прогнозировать нам что дает? Чем мы прогнозируем? Мышление, да, действительно мы умеем думать, животное, оно думать как таково не умеет, оно только двигается на рефлексах, животное не думает в таком виде, не просчитывает. Второй момент, эмоциональность, кто-то из девчонок сказал эмоциональность, эмоционировать, да, то есть мы не, животное не испытывает как таковых эмоций, да, то есть сочувствие, еще что-то, животное не испытывает. Это вот, это мастеринский инстинкт «Привет», да, то есть тогда, когда мы чувствуем и отождествляем какое-либо животное с человеком, то есть животное не человек, то есть он на рефлексах определенных двигается, если ты его кормишь, оно к тебе очень будет расположено. Если животное, например, ты излучаешь такие адреналиновые группы, животное будет тебя бояться, потому что оно чувствует вот это все на нюх буквально, да, то есть оно будет от тебя держаться подальше, но это все не потому, что ты ему понравилась или не понравилась, а просто потому, что так устроен инстинкт. Это, значит, третий, да, у нас момент, думать, эмоционировать, фантазировать, да, сюда же фантазировать, может животное или нет? Не может, мы можем. И третье, это как раз вот эта вот вера в Бога, то есть про эмоциональность, что нужно сказать, если вдруг животное, вот просто сейчас представим, давайте, какая-нибудь корова стоит на поляне, да, на какой-то, и вдруг его, вот эта корова, ее кто-то укусил, да, например, что корова сделает? Легнет ногой, это, кстати, нападай, у нас два рефлекса, нападай или беги, и промежуточный рефлекс, какой когда мы, мы все когда пугаемся, притворись мертвым, остановка дыхания, то есть если вдруг я сейчас каждому из вас предложу вспомнить какой-нибудь, я не знаю, очаровательный, неприятный момент в вашей жизни, прям самый большой страх, например, который у вас есть, вы заметите, что каждый из вас сейчас перестанет дышать, проживая маленькую такую смерть внутри себя, да, то есть мы замерли, вот эта секунда, да, себе дали на перерыв, чтобы подумать, что делать, нападать, легать ногой или бежать? Вот корова, условно говоря, она либо легнет ногой, либо побежит. Когда корова перейдет на другую поляну, будет ли она вспоминать вот этот момент, как он бежал, да, то есть как он впивался ей там куда-нибудь, чем-нибудь? Будет делать? Не будет. Что происходит с человеком? Человек в детстве или неважно, в детстве испугался чего-либо, и дальше понеслось, да, у нас кошмары, звонки психотерапевтов, обращение к Антону в Антону, помогли избавиться от симптомов. Да, да, то есть человек начинает докручивать, фантазировать какие-то себе вещи, и что замечательно, наше сознание вообще не отличает реальность происходящего от выдуманного. То есть опять же, если я вам сейчас предложу, например, да, вспомнить какой-то пускай самый счастливый момент в вашей жизни, вы перенесете сейчас туда, и где-то внутри у вас на мимическом тонком плане начнет врисовываться улыбка. В то же время, если я сейчас скажу там какую-нибудь страшную вещь, что вы там умрете завтра, или кто-то из ваших близких умрет завтра, у вас что случится? Остановка дыхания, адреналиновые группы, привет, кортизол и все остальное. То есть так работает, хотя по сути мы все сидим в спокойном месте, под уже не очень жарким солнцем, и все у нас в порядке. Так работает вот наша форма именно фантазии. И вот как раз с этого места у нас начинаются все проблемы, скажем так, да. То есть тогда, когда инстинкт, он нас просто бережет, все супер, то есть мы просто бережемся, мы выходим на дорогу, мы дергаемся, отскакиваем, да. То есть когда нам страшно, мы скукоживаемся. Если мы понимаем, что мы не можем, например, противостоять какому-то противнику, мы принимаем какую-то позу, да, которая говорит о сдаче. То есть если мы говорим о том, чтобы выйти там в политику или управлять людьми, да, у нас работает программа преувеличения своих размеров. Опять же, если нам страшно, мы опять же начинаем преувеличивать, да, свои размеры. Что там начинает, если мужская история, то они начинают раздувать, да, вот до немыслимых размеров, да, надувать вот этот свой статус, которого иногда нету, да, то есть женщины начинают приобретать там какие-то более там круглые формы, опять же, для чего преувеличение своего размера, чтобы привлечь внимание, опять же, либо чтобы спасли, либо наоборот, для того, чтобы испугались и отступили. Таким образом у нас это все работает. Что происходит дальше, да, с инстинктами, когда человек приобретает вот эту вот модель? Инстинкт, вопрос. Противоречит, давайте так, ум противоречит ли инстинкту? Часто. Конечно. А, да? Часто. Ага, например? Размножение. Ага, а как это противоречит? Давайте повторим честно. А как это противоречит? Мы сейчас, кстати, да, выйдем на гендерные инстинкты. Как противоречит, но инстинкт говорит, что продолжит род. А разум говорит, что тебе не хочется этих проблем после такой попытки продолжения рода. Ага, 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 ага. Если мы будем поддаваться инстинктам, мы не будем отличаться от животных. Да, да, да. Вот это, кстати, очень тонкий и интересный момент. Смотрите, инстинкт находится вот здесь. Это наша первичная точка, в которую мы приходим. То есть мы все полны инстинктов. Мы рождаемся, мы делаем первый вдох. Делаем ли мы его осознанно? Делаем мы его осознанно? Нет. Да, то есть мы покушали, да, мы хотим, точнее, кушать, да, или мы тянемся к материнской груди. Осознанно мы это делаем? Нет, не осознанно. Если мы, опять же, хотим кушать, я не знаю, хотим в туалет, хотим размножаться, в конце концов, да, или у женщин возникает желание заботиться о детях или вот вызывает у нее это какую-то милоту, да, внутри. Это работает автоматически. Есть ли такое, что мужчина, например, по каким-то причинам такой ходит и говорит, господи, как бы бросить секс, как бы вот перестать, короче, его хотеть? Есть такое? Нет, но мне кажется, что есть. Есть. У кого есть? Где этот звук? У всех есть. Ага, почему? Почему он это хочет делать? Потому что он хочет иначе распорядиться своим временем своими ресурсами. Ага, то есть мужчина, по сути, является подчиненным, да, своему инстинкту? Не знаю, подчиненным ты являешься, если ты всегда ему потакаешься. Если ты не потакаешь, то ты уже не подчиненный. Ага, ага, хорошо. А сколько можно не потакать инстинкту? Бесконечно. Ага, ага, хорошо. Ну вот смотрите, инстинкт находится вот здесь, и Бог находится вот здесь. То есть на сегодняшний момент никакой из научного мира не может объяснить один вопрос. То есть я один вопрос на всех семинарах всегда по этологии задаю. И пока ни один человек на него не ответил, к сожалению, моему. Почему? Несмотря на сложную эволюцию человека, мы единственный вид, у которого сформировалась вот эта вот база, да, той же самой веры, религии, возможность эмоционировать, думать и так далее. То есть мы единственный вид животных. Да, мы прошли безумно сложную адаптацию. У нас нету каких-то таких добавочных функций в виде там клыков, ногтей или еще что-то, чтобы защищаться, чтобы выживать. У нас этого нет, поэтому высотный уровень адаптации. Но почему у всех остальных тоже была сложная эволюция, и никто там из птиц вдруг не начал там молиться, да, то есть Кришну там придумывать, да, там или там еще какие-то себе создавать, да, какие-то концепции. Почему только у человека это произошло? И к моему большому сожалению, то есть в этом месте научный мир разводят руками, говорят, ну, наверное, потому что человек, он был самое слабое звено, да, как программа на MTV в животной природе, и поэтому вот у него высокая адаптация, и мы вот так вот развились. То есть мы наблюдаем за дыханием, то есть мы наблюдаем за неким циклическим процессом, который происходит внутри нас, неконтролируемо, да, то есть мы можем безусловно контролировать длину, например, вдоха, длину выдоха, регулировать этим свое состояние, замереть надолго, да, и прекратить дышать мы не можем, да, то есть, ну, может быть, есть какие-то там феномены в духовном мире, да, которые могут не есть, не спать, да, то есть и не дышать, наверное, может быть, такое существует, но вот большинству людей это недоступно. Соответственно, если мы говорим про, опять же, духовную практику, я думаю, так как у нас балийская аудитория, это, скорее всего, должно быть более чем актуально, духовная практика, она всегда предполагает аскезу. Аскеза – это что, опять же? Это осознанное ограничение каких-то своих инстинктивных потребностей, то есть аскеза какая у нас может быть? Давайте, практиканты, какие аскезы? Сексуальная аскеза, хорошо. Так, еда. Речевая. Еда. Какая? Речевая, да, совершенно. Ну, это не инстинкт, речь, это все-таки, ну, такой способ самовыражения, да, то есть мы не сигнальные, да, то есть мы, безусловно, используем сигналы своей речи, но это как бы такое вторично, но в любом случае мы начинаем ограничивать себя в каких-то натуральных своих проявлениях, то есть так работает духовная практика. Хорошо, задам вопрос по-другому, все ли мужчины изменяют? Нет. Нет, нет. Вот я, какие не изменяют? А? Не хотят изменять? Ну, которые, да, нет до этого. А почему, почему они не хотят? Нет времени. Ага, нет, нет времени изменять? Не дают. Ага. Гармонисовый стиль. Да загрузить его до такой степени, чтобы просто. Я не знаю энергии своей женщины. Как? Я не знаю тех, которым хватает энергии, энергетики своей женщины. Ага. Ага. Может резануть, да, то есть я всегда говорила, что женская природа в априори более божественная, да, то есть у меня есть некий факт, который это подтверждает. Я не говорю о том, что мужчина вообще подобный животным и там фу-фу-фу, нет ни в коем случае, но женская природа несколько более божественная. Почему? Она может, вот скажем так, выйти в состояние более комфортное. Проговорилась с подружкой, правильно? То есть мужчинам, это вот подруги, это как раз такие очень помощники, да, мужчинам, это женские подруги как раз, да, подруги его женщины вот так. То есть она сняла напряжение и вернулась спокойно. Как же мужчины проживают стресс? Как мужчины стресс проживают? Есть такое? Быстрее. По другому другому человеку. Другу перезвони мне срочно, мне так надо поговорить, освободи 3 часа времени, свободные под меня. А? Как? Физическая активность. Физическая активность, но физическая активность, кстати, я просто так импровизационно двигаюсь, почему физическая активность? Всем помогает физическая активность избавиться от стресса? Нет. Нет? Сейчас. Я помню. Не всегда. Ну, смотрите, в природе как устроено. То есть стоит, давайте на примере, та же самая корова, да, то есть вот она стоит, есть какой-то раздражитель, да, бежит кто-то ей навстречу. Что происходит у коровы в этот момент? Ее надпочечник, даже у нас адреналиновые все выделяют, правильно, Антон? У нее надпочечник выбрасывает адреналиновые группы, да, адреналину, ну что она сделает? Он нас обезболивает. То есть, по сути, адреналин нам дает резкий выброс НР, или запускает углеводные процессы в организме, и, соответственно, корова начинает бежать, не чувствуя ни страха, ни боли, ни сомнений и все остальное. То есть она обезболивает, да, и получается мышцы, они после этого не закапливают вот эти адреналиновые группы. Соответственно, если человек стрессует, причем в спокойном месте у себя дома в уме, он просто вспомнил что-то плохое, да, у него что начинается? Остановка дыхания, кулаки сжались, да, челюсти тоже там прикрылись, бруксизм, и все остальное, да, начинает происходить. Соответственно, что происходит? Почему мы вот сжимаем кулаки, мы начинаем вдавливаться в предметы и так далее? Потому что у нас начинают просто, по сути, окаменяться мышцы, потому что мы никуда не побежали. Куда нам побежать, да? Мы же не можем занервничать и дома, прям сразу по кругу. Как делать? Антон, ты что смеешься? Можно спросить? Ты делаешь так? Теперь буду, я думаю, что раньше сжимался. Алкоголь, маленькая доза, маленькая доза, внимание, это не пара бутылок, это 2 чайные ложки крепкого напитка, они разбивают адреналиновые составляющие в том числе, то есть, но это работает хорошо только при сильном стрессе, то есть, сильный стресс имеется в виду там, где была прямая угроза жизни, либо же какая-то, ну, супер критичная, как бы, ситуация. Поэтому, собственно, когда люди приходят к вам позиции Бухарии, да, то есть, это происходит исключительно, потому что у человека слишком много стресса, его адаптивная система чувствует, что нужно... Ой, я вот сейчас дышать перестала, вот, ушел куда-то, ребенок, материнский инстинкт, видите, наверное, срабатывает. Ну, так вот, да, вопрос. Нереализованные. Нереализованные. Отменение мышц при выпусе адреналина происходит с тем, это передоз адреналина. Да. Человек, который приходил в отпусе. Да. Вот это ощущение, когда ты обсудеешь, это передоз адреналина. Ну, по сути, да, то есть, соответственно, для того, чтобы себя чувствовать несколько лучше, мы все, причем, бежим, да, или идем выпадами в зал, да, то есть, после этого мы чувствуем себя несколько лучше. Вот, что происходит у человека, как мы должны, то есть, у нас с инстинктом нет проблем на самом-то деле, никаких инстинктов, и наш ум работает очень симметрично, да, то есть, женщина не думает, как бы мне разлюбить детей, да, как бы мне перестать резко заботиться, да, о своем ребенке. А мужчина не думает, скорее всего, о том, если у него, опять же, нет зоны конфликта, да, то есть, он не думает, как бы вот со своей, там, женщиной или женщинами, предположим, да, что у него нет проблем иметь сексуальные связи, он не думает о том, как бы бросить секс, потому что это все, как бы очень природно и спокойненько, да, проигрывается в человеческом организме. Но есть понятие, как мужская полигамия, да, то есть, которая, что такое, по сути, полигамия, да, то есть, это не желание секса, да, то есть, это желание размножиться от максимального количества женщин. Для чего это происходит? Потому что задача любого вида просто сохранить и продолжить род, да, то есть, это совместная функция мужско-женская, скажем так. И если по каким-то причинам вдруг самка оказалась какая-то там не альфа, какая-то невыносливая, или ее там загрызли, убили, или она не выносила потомство, есть еще 20, которые, в принципе, тоже как бы могут вот этот вот род продолжить. Поэтому это как бы лежит в основе мужской полигамии. Например, в животном мире нет разделения, да, то есть, человеческая структура энергетическая, если ее смотреть, она содержит и мужскую энергию, и женскую. Мы все это, в принципе, знаем, да, в себе, что мужчина может расплакаться, да, там, проявить свою чувственность, какие-то женские, этот, энергетические вопросы, да, проиграть. Что про меня рассказывает. Ну, только, извини. Вот, а есть, например, опять же, мужские функции, которые женщина, там, например, там, добывать еду, да, там, ходить на работу, реализовываться карьерой. Может это женщина сделать? Может. Естественно, и есть именно у человека вот этот вот, скажем так, замес, да, вот, вот этих вот энергий, да, которые происходят у животных, там все легче. То есть, есть у каждого животного одна задача, это размножиться, да, то есть, для мужчины это размножиться, для женщины основная задача это сохранить рот, но это про замес сейчас, вот туда вот, про замес. Вот, когда у нас замес происходит энергетически, может быть некая смещенность. То есть, мы в данном случае, если говорим про вот именно инстинктивную составляющую, женская природа в моногамии, да, то есть, это желание быть избранной для мужчины, для одного. Это, собственно, является одним основным мужско-женским конфликтом. Тебе будет нравиться, если твой мужчина тебя будет изменять? Да, ему не будет нравиться, если я его буду изменять. Да, да, да. У него это еще больше риск, для него это риск выращивать чужой кот, там что-то. Как, 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 еще раз? У всех животных так заложено. Ага. Мужчины почему больше переживают, если женщина изменила, чем если она ушла от другого? Ну, почему мужчина больше переживает? Потому что вдруг она там принесет гена. А, то есть, ты думаешь, что мужчина, когда его женщина изменила, она боится, что она придет, как кошка беременная с потомством в безопасную зону к нему, да, и то есть, вот этого он беспокоит? Мужчина, чего бояться, вот чем неприятна женская измена? Что она потомство принесет? То есть, мужское восприятие секса от женского отличается или нет? А как отличается? Ну, это более визуально. А? Визуально, а у женщины это здесь. Ага, давайте на чувственном плане, то есть, как мы, то есть, как это происходит именно в чувствовании вопроса, да, то есть, насколько легко один и второй, например, идут в эту зону и все остальное, вот этот вот момент. Мужчина скорее просто из чувствования творения, а женщина, потому что она про близость и про... Вот, про эмоциональную, знаете, это как... Я помню, у нас профессор один говорил всегда очень такую милую фразу о том, что мужчине для реализации его сексуального инстинкта нужно две вещи. Его физиологическая готовность и трение, как бы больше мужчине особо ничего не нужно. Для женщины там целый спектр. Женщина должна почувствовать себя в безопасности, да, то есть, с мужчиной, с тем или иным, то есть, женщина, мужчина должен соответствовать каким-то определенным ее эмоциональным запросам, да, то есть, мужская природа в том, чтобы забирать жизнь. Женская природа в том, чтобы давать, это вот эти вот две как раз полярности, да, то есть, в которых мы сходимся. Мы сейчас говорим про... Мы сейчас не говорим уже про социальные модели, да, в которых мы живем, что мужчина этого сделает, там, будет он это делать или не будет, но в любом случае, то есть, с точной зрения, опять же, природы, я вам сейчас просто хочу рассказать, как женщина слабым полом-то, да, как ее вообще туда вписали, вот в эту категорию. То есть, когда-то давно у наших предков еще не было такой вот истории о том, что разделение, да, ну, были самки, были самцы, в принципе, они были эквивалентны с точки зрения природы выживания, это было очень давно. Но потом, в какой-то момент, так как человек был под самые-самые сложные эволюционные программы, потому что нету когтей, нету зубов, нету скорости бега, короче, вообще нету никаких инструментов. У человека постепенно начинает что развиваться? Компенсаторика, то есть, начинает развиваться мозг, человек начинает соображать, как же ему все-таки выжить, да, то есть, условно говоря, там, где сила, начинает проигрывать интеллекту, да, то есть, у человека начинают развиваться мозги, по сути. Развитие мозгов начинает приводить к неким изменениям в женском теле, да, то есть, а именно у нее начинают расширяться бедра. Для того, чтобы рожать детей с более широкой головой, у женщины по природе эволюция начинали расширяться, разрастаться бедра. Разроченные бедра, да, то есть это уже означает, что ноги стоят не на той комфортной, скажем так, не на том комфортном расстоянии для того, чтобы бегать. Потому что, опять же, если мы посмотрим бегунов, в общем, те, кто бегают в марафоны и так далее, у них, как практика показывает, всегда очень узкие бедра. Потому что чем уже бедра, тем легче убежать, то есть нету вот, скажем так, дополнительной нагрузки, да, никуда. Представим, сейчас идем по улице, подворотня какая-то, да, выбегают хулиганы, вы идете со своей девушкой, она вот идет с вами. Что первое вы делаете в этот момент? За спину прячем. А? За спину ее прячем. За спину прячем, а еще что делаем? Их 20, давай так, их 20. Ты понимаешь, что твоей спины будет недостаточно? 20. 20 человек, что тогда делаем? Ага, ага, а женщины, это что? Что ты начинаешь делать? А как это называется? Защищать. Защищать, ну хорошо, а еще что ты делаешь в этот момент? Давайте еще раз, просто представьте. Отпадает. Ага, ага. Мы еще не напали против нас вместе с проблемой. Суровненько, да? Иными словами, он начинает отвлекать внимание. То есть он начинает отвлекать внимание и основной такой вот самый обычный житейский, да? Вот вы фильмы, ну мелодрамы всякие смотрели, или не мелодрамы, там детективы лучше какие-нибудь, или криминалистику. Где кто-то нападает, а мужчина такой ей слезно, беги, я их задержу. Да, то есть работает у мужчин вот такая вот программа. Мужчина и мужчина у двух самцов. Напротив, если один дернет оттуда, у второго будет это воспринято как предательство. Да, то есть так работает, согласны ли мужчины? Я просто как бы вещаю сейчас за мужчиной, мне важно кивки головой, да, хотя бы ваши. Вот, соответственно, таким вот образом, да, формируется в природе вот эта вот история о том, что два, как сказать, животных объекта заинтересованы в том, чтобы родить здоровое потомство и его выходить, да? То есть женская задача сохранить потомство, потому что женский статус всегда фиксируется статусом мужчины на тот период, да, на котором она с ним пребывает. Хороший, кстати, вот пример, да, здесь. Вот возьмем, например, президентов, да, просто президент. Вот, и вот его жена, например, какое отношение к его жене? Она с какого-то фига первая леди на минуточку, хотя какое отношение к государству она имеет? Ну, по большому счету, никакого. То есть у меня 90, наверное, 5% женской аудитории, и всегда, когда задаю вопрос о том, кого вы хотите рядом с собой видеть, все всегда перечисляют, ну, там, хочу себя чувствовать безопасно, хочу себя чувствовать спокойно. Самые честные говорят, хочу, чтобы деньги у него были, да, то есть, хотя, по сути, если мы сейчас немножечко уйдем в тему денег, кстати, вот, тема денег, она тоже так плавно, наверное, сейчас пойдет туда. Если мы посмотрим, что такое деньги на сегодняшний день, деньги – это как раз то, что передает вот это вот положение статуса самца, то есть во внешнем мире, то есть женская территория с точки зрения, ну, да, женская территория, с точки зрения этологической системы – это я сама, мой дом и мой мужчина, то есть три позиции. То есть женская внешняя территория не женская считается. Почему? Потому что когда мужчина уходил на охоту, она что делала? Сначала лежала, чтобы благополучно родить потомство, потом его рожала, сидела в укрытии. Правильно? Она сидела, рожала в укрытии, сидела, и вот это вот все контролировало себе. Мужчина был во внешнем. И для мужчины территория – это что? Я сам, моя женщина, да, и внешний мир. Соответственно, для мужской статуса вообще все, что приобретает мужчина, происходит вовне. И как раз, когда речь заходит про деньги, это вот тот самый элемент на сегодняшний день, который формирует в той или иной степени мужской статус. Давайте, давайте последний аспект, и если будут вопросы какие-то. Вопрос о том, что такое безопасность, да, вот я заговорила о том, что женщина хочет чувствовать себя в безопасности, и вот эти вот модели, да, которые у нас проигрываются. То есть смотрите, это как раз к вопросу про импринтинг. То есть рождается некая особь, да, в некой семье. И дальше у нее запускается от нуля до трех формирование вот этого эмоционального плана, то есть формирование как раз эмоционального чутья на мир, да, то есть как эта особь чувствует мир. И, соответственно, дальше с трех до шести отцовские программы, как мы взаимодействуем с окружающим миром. С шести до восьми мы укореняемся в этом, да, даже, давайте так, с шести до десяти округлим. Мы с десяти поехали там лет до тринадцати, там до четырнадцати, до семнадцати примерно, это все сейчас примерно, у нас происходит период формирования сексуального статуса, да, то есть тогда, когда у нас начинают гармончики шалить, да, то есть у всех там девушек, да, или у мальчиков тоже начинают часто какие-то высыпания идти к теме психосоматики. То есть по большому счету вопрос и конфликт внутренний, точно ли я достаточно хороша, или точно ли я достаточно хорош, да, вот кто-то начинает нравиться, и начинает вот это вот укоренение происходить. И если вдруг так происходит как раз о том, что импринтинг начинает брать свое начало с семьи, и если там было нарушение иньяня, да, то есть тогда, когда мать по опять же своим каким-то причинам, да, выживательным причинам, начинала там вести там, условно говоря, бизнес, да, там все время вот в этой подворотне, говорит, Валера, стой здесь сбоку, да, не мешай. Программа «Учись у матери, повторяй за мамой», «Учись у папы, повторяй за папой», это программа выживания, то есть это некая модель, которую берет себе человек на вооружение, вырастая, да, и это является безопасностью, то есть потому что у любого организма в младшем возрасте, в детстве фиксируется все, что происходит в детстве, всему, чему меня учат родители, это дает мне безопасность, так устроена природа. То есть, условно говоря, если мальчик при маме заплакал, и мама начинает резко ему транслировать недовольство, у него на тонком плане возникает инстинкт самосохранения о том, что если мать недовольная меня сейчас оставит, например, в животном мире остаться без матери или там без опеки отца, это практически равно смерть, будучи детенышем. И вот эту вот программу человек укореняет, то есть, условно говоря, мужчина вырастает со страхом транслировать свои эмоции, потому что для него трансляция эмоций равно стресс, а стресс – это равно страх смерти. Цепочка понятна здесь, но это так посложнее, вот я люблю, как Антоха это объясняет. А если мы говорим про отношения и деньги, да, ну если я спрошу, кто прилетел на остров из-за денег, кто прилетел на остров, ну как бы, соответственно, все ж тут, все духовно прокачаны, и зачем нам эти деньги, да, нам вот ощущение счастья и все дела. Но давайте мы признаемся, кто прилетел на остров в поисках любви. Ну вот я подниму руку, потому что я улетел из Москвы, я увидел, ну, наверное, от него. Че, и все, что ли? Девчонки, вы че, вы, по-моему, обманываете сейчас сами себя. Да, ладно, меня. Все закрытые, да, все тут. Зачем-то еще прилетели, хотя, в принципе, все, что мы в жизни мы ищем, это любовь в том или ином проявлении. Или нет? Или тоже не согласны? Нет, конечно. Нет, конечно? Мир посмотреть? А для чего? Для удовольствия. Чтобы любовь. Расширить сознание. Ну вот ты, ну ты, наверное, уже любишь, открытый и принимаешь, да, у тебя нет вообще никаких, не моя ЦА, я сразу говорю. Мне нужны несчастненькие, забитенькие, вот, отношения не могу построить, заработать ничего не могу, здоровье ай-яй-яй, вот, и так далее. Я себе открыто признался, да, я улетал из Москвы, я там для себя ничего не нашел, я летел сюда, думаю, сейчас как влюблюсь, как влюблюсь, и не влюбился, вот, ну, видимо, просто не умел. Уже когда влюбился, уже понял, что лучше бы, может быть, и не надо было бы этого делать, но благословенные препятствия, ибо ими растем. Вот я сейчас вам задам один вопрос. А, ладно, кто здесь в отношениях, вот прям в любви? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я имею в виду, вот, где вам комфортно, не вот эти ваши, он на папу похож, и я пошла, меня бывший бил, и этот бьет, какое же счастье, пойду я за ним. У кого все эти цепочки повторяются? У кого все похожи? У кого? И опять все стесняются, как бы, ну, не, у меня каждый, каждый новый, как вот ангел, опять какой-то другой, и через полгода опять вот это начинается. Ребят, наш мозг видит лишь то, что он знает, да, это институт исследования мозга, он видит лишь то, что он знает. В принципе, Арина уже об этом сказала, вы, в принципе, не можете встретить человека, который в вас не отзывается, опыта, которого в вас нет, вы его не встретите, вы его не замечаете, вы общаетесь в компании, и вам почему-то вот этот лысенький вдруг запал в душу. Вот остальные, вот остальные, ну, например, остальные как бы, ну, окей, но почему-то мы с ними не зацепились. Арина, в принципе, об этом тоже сказала, вот о том, что о пространстве, о поле мы, да, как современная психосоматика, мы рассказываем это на уровне ощущений. Потому что всем управляет ощущение, и ощущение первично. И если в вас запомнено ощущение, то тоже опять об этом же сказала Арина, если в вас есть ощущение, да, определенное записанное, там, папа бил маму или папа не любил, да. Арина, это, например, потому что чаще всего у женщин мужчины похожи на отца ощущениям, не обязательно внешне, но они похожи. Вы этим ощущением выцепляете себе мужчину. Вы находите мужчину, отражающего ваш опыт. Выбор одежды, запаха, все отталкивается от ваших внутренних ощущений. И вот сейчас я задам вопрос всем тем, кто не в отношениях. Какие вы, когда вы не в отношениях? Одним словом, опишите себя. Закрытое. Вот это ты настоящая? Так я ж тебе об этом и говорю. Когда ты не в отношениях, а какой ты? Почему? А что боишься? Не, я не могу придумать слово, что... Чего боишься? А что закрылся-то? А, прости. А что, прости, у меня это что? Обычный? Ну ты и так, обычный. Девчонки, кому нужен обычный парень? Кто хочет обычного? Никого не будет желающих. На обычного никого не будет желающих. Дерзкая? Ага. Как? Самостоятельная? А если вот из чувственной сферы, если как личность описать, то есть, я какая? Я там радостная, жалкая, испуганная. Искренняя. Какая? Сильная. Сильная? Круто. Очень круто. Какая ты, Вик? Окей, забыли. Какая ты, Настя? Счастливая? Когда одна? А что не дышишь, когда говоришь? От счастья не дышу? Ну, в принципе, да, нас так и учили. От счастья... Я его увидел, и у меня как вот здесь ёкнуло, и бабочки в животе вот такие закрутились. Ну, это симптом. Если есть какое-то ощущение, если вы видите человека, и у вас ёкает, да, ну, может быть, вы об этом не знаете, это симптом, это страх. Вот это ощущение, или вот здесь, вот здесь, или вот здесь, это страх. У некоторых ещё есть и в горле, и они тоже говорят, я увидел его, и у меня ёкнуло. Прилагательным. Вот, увидела. Увидела, увидела. Неопределённая. Неопределённая будешь? В случаях, местами, если чувствую, очень сильное, а местами... Местами очень сильное, местами очень... Хорошо, а теперь я спрошу, вот увидьте слово, слово, когда вы в отношениях. Вы какая? Да, я сейчас у женщин спрашиваю больше. Вы какая одним словом, когда вы в отношениях? Если ты в отношениях, одно слово. Зависимое. Ну, уйдёт ли у неё организм в отношения? Ну, естественно, нет. Если, конечно, у неё в этом не закрывается некая потребность, да, выживание. Если, например, она видела, как мама была зависимой, но выжила, то организм, опять же, вот как рассказывала Арина, он просто скачивает это умение. Он берёт эту стратегию, как стратегию выживания, из-за чего зачастую опыт и повторяется. Девочки говорят, ну что ж я встречаю одних мудаков, извините. Ну чего ж вот мне все изменяют-то? Да потому что организм ничего иного не знает. Он знает только эту стратегию безопасности. С помощью этого кто-то выжил из родственников. Мама или бабушка. Неважно, у кого-то вы этому научились. И вот теперь следующий вопрос. У кого вы научились быть вот такими в отношениях? Вот вы сейчас все увидите образ или фигуру, или имя. Вот закивали. У кого вы научились быть в отношениях вот такими, какие вы в них есть? Кто этот человек? Мама. Мама, мама, мама. У кого-то интереснее есть что-нибудь? Кино посмотрела. Бабушка. Тётя зачастую. Да, иногда это учительница какая-нибудь. Если, ну, ребёнок не видел в детстве отношений, например, мама одна была, и он не видел, что это такое, он учится в социуме. И поверьте, у вас нет ничего своего касаемо отношений. Вообще ничего. Может быть, для кого-то это сейчас станет открытием, но осознав это и поняв, как это работает, вы можете это изменить. Раскопав, вытащив всё это на сознательный уровень, осознав, что у вас всё как у бабушки, всё как у мамы, всё как у дедушки, окей. Да, осознав это, организм начинает отключать эти стратегии, потому что он отключает автопилот. Раз ты всё это осознаёшь, окей. Из-за чего нас и учат, стань осознанным. Многие знают, да, мою историю, видели мой инстаграм. Вот. И мне всегда люди говорили, блин, зачем ты так открываешься, с тобой же общаться не хочется после этого. Типа, ну, они меня узнают изнутри. Я всегда считал, что это мой минус. Я говорю, вот ходил себе, ну, почему я такой открытый, да? Ну, из-за чего мне так хочется это вылить? Сейчас я понимаю, что это моя суперспособность. Я рассказываю так, как у меня есть. Вот у меня вот так, ребят. И люди идут за этим. И люди за этим тянутся. Определите свою суперспособность. То, из-за чего вас мама, возможно, ругала. Что-то вам, вот вы в этом не такой. Найдите самую отрицательную сторону из детства и попробуйте реализовать её в положительное. Это реально суперспособность. У каждого она своя. У кого-то, естественно, они похожи. Что с деньгами? Хочется много денег и ничего не делать. Да, окей. Это тоже возможно. Я вам скажу, что это возможно, ребят. Я вот уже знаю это по своей жизни. Даже это возможно. Но для чего вам это? Для чего тебе это? Чувствовать себя в безопасности. Можно сходить на сессию к психологу и убрать конфликт беженца. Сходить к хорошему психологу. Или к нескольким. Я ни в коем случае никого не критикую и не дискредитирую. Но если с одним не работает, ну, может быть, это не твой специалист. Это нормально. Мы не все... Я тоже не всем, да, подхожу. Что там за ощущения-то? Слушай, ну сейчас мы, походу, не про деньги будем говорить. У нас уже социальный страх вылез. И сейчас мы ещё что-то женское найдём, да. А ещё, ну как бы, ссори, да, есть, ну такая наполненность у тела. Это всегда так было? Нет. А когда появилось? Когда прилетела на Бали. Когда прилетела на Бали. У кого ещё конфликт беженца? Кто отекает в самолётах, в других странах? Вы знаете, что это такое? Это вот ощущение себя не в своей тарелке. Я постоянный доход. Вот как ты сейчас себя чувствуешь? По десятибалльной шкале, где 10, это вот полная безопасность, а 0, это совсем прям страшно. Вот ты увидела цифру. Чё там, пятёрка? 8? Окей. Вот я, это постоянный доход. Я, это постоянный доход. Иду к тебе. Иду к тебе. Как тебе, когда это... А чё врёшь? Чё врёшь? Вот смотри, я постоянный доход, я ухожу. Чё там сейчас? Вот я постоянный доход. У неё какая-то есть тема на постоянный доход. То есть, вроде как его и хочется, но есть какая-то тема, затык какой-то на это. И я пока не понимаю, что это. У меня почему-то идёт, что вот мама с папой, там, или кто-то из них работал постоянно и несчастными были, но я не знаю. Вот что увидела? Вот что за картинка была? Что за картинка была? Вот это. Что это за картинка? Ну, что мама тянула папу в основном. Ну, точнее так, мама, у неё был свой бизнес, а папа в госструктуре работал, и как бы нельзя было иметь много тяну. Поэтому... Ну, давай мы сразу в тему, что ты там решила? Вот в этом воспоминании, что ты там решила? Вот в этом, да. Что ты там решила? Просто воспроизводи. Мама сильнее папа. Как? Мама сильнее папа. А ты какая, если мама сильнее папы? Вот это слово. Вот это. Увидела. Говори. Без мужчины. Без мужчины. А какая ты в прилагательном-то, если описать? Да. Ты какая? Одинокая. Одинокая. Да, и смотрите, какая улыбка. Одинокая. Несчастная. Радости. Лишь бы не быть с мужчиной, из-за того, что есть опыт выученный, что мужчина, ну, увидел отношения у родителей, опыт усвоен, никакого иного опыта нет. И организм это воспроизводит. Надо быть одинокой, из-за того, что нельзя, как ты сказала, нельзя, будет много иметь ничего, да? Крутая связка. Прям супер связка. Окей. Вот смотри, я это мужчина, и дохренища зарабатываю. Дохренища просто. Просто вот вообще. Еще пока не так, на самом деле, но я стремлюсь. Нет, вот я не Антон Антонов, я мужчина, и я дохренища зарабатываю. Просто целую кучу. Иду к тебе, вы мне очень понравились. Как тебе, когда я тут? Опять стрессняк у нее. Сейчас она скажет, что мне нравится, у тебя опять стрессняк. А что опасного-то в таких мужчинах? Не соответствовать. А что? Ну, окей, не соответствую. Чего? Вы мне нравитесь, вы можете не соответствовать мне, как брокки. Что тогда? Дыхание в забу, как бы там это. Все остановилось. Окей, откуда ты узнала, что если не соответствую, что это опасно? Вот это. Че видишь? Да, рассказывай. На работе с начальством. И чего? Чего там было? Ладно. Все, вот это забрали, вот это тоже, это забыли. Все о деньгах. Значит, о деньгах. Сколько хочешь зарабатывать в месяц? Вот ты сейчас все это ощущаете, да? Вот все сейчас увидите сумму, ту, которую вы хотите зарабатывать в месяц. Вот увидите ее сейчас. Миллион. Миллион чего? Рупий? Я тебе работу дам. Вот за эту зарплату. Я это миллион рублей. Миллион рублей в месяц, верно? Вот я иду к тебе. Как тебе, когда я подхожу? Полегче. Слышите голос? Полегче. Полегче. И давай мы вот сейчас найдем, откуда это началось. Вставаю. Так, я вам, для примеров, инструментов захода масса, да? Мы просто сейчас можем уйти в такие смысловые стратегии. Мне-то это интересно, а вам это будет... А вам это будет тоже интересно, скоро все психологами станете, вот увидите. Вот я это миллион рублей в месяц. Самая смелая ваша сумма. Какие вы? Свободные. Свободные. А потом спросите себя, вам комфортно в этом или нет, и услышите честный ответ. Но только честный. Просто вы вот это все выучили из кино, из телевизора. Много денег, это круто. У большинства стрессняк на деньги. У большинства стрессняк. Затыки прям. Крутые знания, вот это знание забираю у тебя, выбросили все, нет больше этого знания. Это вот про установки. Нежели богато, нечего и начинать. Много денег можно только украсть, много денег сложно заработать и так далее. Я жил в такой семье. У меня до 30 лет вообще ничего не получалось. Я сепарировался внутренне от мамы и стало получаться. То есть стало идти. Недавно я разобрался с денежной темой совсем. То есть вообще разобрался. И дело не в том, что деньги хлынули. Дело в том, что я начал видеть варианты, как их заработать. Потому что варианты эти были всегда, мне о них рассказывали и говорили всегда. Я их просто не видел. Мозг их не замечал, потому что есть затык, опасность. Да, вот это состояние счастья или состояние принятия. Когда ну как бы, ну мне пофиг. Пофигисты не болеют, верно? Да, но чтобы прийти в этот пофигизм, нужно что-то раскопать. Потому что это все, ну такие вегетативные уже процессы, да? Потому что они неосознанные. Это работает автоматически. Знание усвоено и оно просто работает. А я такой, да, я что, я сам по себе. Мама с папой у меня далеко. Я вообще все сам. Я это я. Как мне люди, да, иногда отвечают. Я спрашиваю, у кого вы этому научились? Она пишет, у себя. Да я у себя всему научился. Ну ты, наверное, из-за этого в жопе такой, что у себя учился. Вот. Ну что мы там будем делать? Вот я миллион, да. Я просто отключился на аудиторию. Я два миллиона в месяц. Два миллиона в месяц. Иду к тебе. Вот я здесь. Зажался. Вот я здесь. Делает вид, что влюблена в два миллиона, но стоит вот так. Да. Да. Вот я это два миллиона в месяц. Как тебе, когда я рядом? Как тебе, когда я рядом? Непривычно, но хочется. Как ты себя чувствуешь, если я рядом? Нет, не знаю, что с тобой делать. Какая ты, если ты не знаешь, что со мной делать? Заинтересованная. А когда ты заинтересованная, ты какая? Веселая. Да. А когда ты веселая, ты какая? Счастливая. А когда ты счастливая, ты какая? Красивая. Да, супер. Вот я это три миллиона в месяц. Три миллиона в месяц. Четыре миллиона в месяц. Да, вот это. Сколько лет сейчас по паспорту? Двадцать пять. Давай. Вот сейчас ты, это ты, и тебе двадцать шесть лет. Двадцать пять лет. Двадцать четыре года. Двадцать лет. Двадцать лет. Да, я чувствую. Пятнадцать лет. Десять лет. Пять лет. Ой, сейчас упадешь. Такая... Три годика. Один. Вот. Один годик. Один день. Ты только что доделась. И вот я это пять миллионов в месяц. Как тебе? Ну, как тебе? Да, вот сейчас. Ты в животе у мамы, и тебе пять месяцев. Ты в животе у мамы, и тебе один месяц. Как тут? Да. Ты в животе у мамы, и тебе один день. Тебя только что зачали. Как тебе? Говори как есть. Мы видимся. Да, а вот сейчас ты, это ты, но тебя еще нет. Где-то ты летаешь какой-то энергией, где-то во Вселенной выбираешь себе семью. Что в теле? Ну, так все опустилось. Да. И как тебе? Ну, как тебе? Дополнительно. А вот сейчас скажи мне любой возраст мамы. Любой возраст мамы, скажи. Двадцать пять. Двадцать пять. И вот я сейчас спрошу, просто отвечай, что идет на язык. Что там у мамы произошло? Вот сейчас ты, это твоя мама. Ты, это твоя мама, и тебе двадцать пять лет. Что там у тебя сейчас происходит? Просто воспроизводи слова. Переезд. Да, и что там такого опасного произошло в этом переезде? Что ты там увидела? Тяжело начинать заново все. Тяжело заново начинать. Какое решение ты там приняла? Быть сильной. Отмени там сейчас это решение. Отмени там сейчас. Ты, это твоя мама, отмени там сейчас это решение. Отмени. Отмени. Все принятые на себя решения. Отменяй. Хорошо, сейчас вот так. Да, молодец. Молодец. Я думал, сейчас еще надо дальше идти. Пошла. Да. Какая ты там тогда? Одним словом. Легкая. Легкая. Да, да. Я вот эту тоже заберу. Вот эту. Вот это все. И будешь просто легкой. Да, и вот теперь цепляя это состояние оттуда, и ты, это ты, с ним здесь и сейчас. Ты, это ты, с ним здесь и сейчас. Что-то немножко остается просто еще. Что еще? Ну ладно. Сейчас откалибруем и посмотрим. Вот я это 5 миллионов в месяц. Ну ты помягче стала. Опять такая уже волосы расправляются. Мужчина какой-то. Что там? Может деньги есть? Я это 5 миллионов в месяц. Иду к тебе. Ну все равно чуть страшненько. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть остается. Уберем или оставим? Как ты хочешь? Ну там, но есть. Пусть остается. А че ссы что? Не знаю. Ну нафиг мне эти деньги, там же опасно. Нет, очень хочется. Очень хочется чего? Чего хочется-то скажи? Хочется, чтобы всегда были деньги, чтобы я не чувствовала себя не ущемлять. А если ты себя ущемляешь, ты какая одним словом? Когда вы себя в чем-то ограничиваете, вы какие одним словом? Прямо услышите это слово в голове. Какие вы, когда вы себя в чем-то ограничиваете? Несчастные. Несчастные. Вот грустные. А разрешишь себе быть грустной? Одну минутку. Да, вот так. Молодец, смотри. Да, умничка. Разрешите себе быть таким одну минуту. Вот то слово, которое вы назвали, прям внутренне. Разрешите быть себе таким одну минуту. Просто покажите организму, что это не опасно. Потому что любой затык, все то, что вы себе не разрешаете, становится стрессом. Мне нельзя быть таким, мне нельзя быть таким. Если вы показываете организму, что это безопасно, он отпускает эту стратегию. Я понимаю, не у всех сейчас это получилось. Это нормально. Но вы хотя бы услышали. Вообще новая информация усваивается на 3%. Если она абсолютно новая. Если она с чем-то созвучна, может быть и 15, и 20, и более. Да, здесь сложно измерить. Я увожу людей в бабушку, и в дедушку, и в прабабушку. Они рассказывают вещи, затем узнают и говорят, вау, а как ты это делаешь? Я говорю, да, это не я делаю, вы все это можете. И когда мы начинаем хорошо... Сейчас я тебя еще немножко почувствую. И когда мы начинаем себя хорошо осознавать или понимать, или прокачиваться, мы сами можем это делать. Просто вот в домашних условиях не нужны никакие не специалисты, никто. Просто нужно, чтобы кто-то это показал, как это делается. А это просто. Потому что все гениальное всегда просто. И все самое сложное можно объяснить простым языком. Чем я, в принципе, и стараюсь заниматься. Ну как ты? Смотрите, я сразу скажу, я не хочу, чтобы вы ждали волшебства. А как имя твое? Кристина? Кристина, даже вот с Кристиной, да? То есть она сейчас отойдет, уйдет, и она ввалится в привычные условия. Организм опять может встать на те же рельсы. То есть начать реагировать на напоминалки, на треки, да? Что такое-то у вас? Ну, услышали сейчас? Мамка не слышит. Я скажу, давай. Услышала сейчас в предыдущем кейсе про сепарацию, про твою сепарацию, да? С мамой. 30 лет она произошла. Да. Ну, внутреннее вот это, да. И вот есть какие-то установки родителей, да? А я иногда присоединяюсь. Присоединяюсь к тому мировоззрению, потому что я хочу быть принятой мамой. Собственно, но мое видение жизни, оно отличается. Я хочу либо ее тянуть туда, а я не могу учить маму, потому что маму нельзя учить. Слушай, ну, она же переживает, чтобы у тебя все хорошо было. Да. Посмотри на ее очаровательное лицо. А как вас зовут? Я тоже люблю. Яна. При всем уважении, все, что мы сейчас будем делать, мы вас любим и уважаем, Яна. Да это шутка, на самом деле, ничего мы не будем делать. Все хорошо. Хорошо, сейчас ножичек возьмем, отрежем, тут и все. Я наперестала дышать. Я отсюда почувствовал. Так вроде все хорошо. Не-не, это все к лучшему и все к деньгам в первую очередь. Я серьезно говорю, вообще все к деньгам. Сделайте себе такие установки. Все к деньгам. К счастью и к деньгам. Хорошо. Что опасного в том, чтобы стать лучше, чем мама? Ну, занять какое-то место лидера. А лидером вообще быть безопасно? Нам все подходит, все, что ты сейчас говоришь. Да, конечно, безопасно. Лидером быть кайфовым. Вот иди вот сюда встань, моя красотка, давай. Стой вот здесь. И вот скажи сейчас, я лидер. Я лидер. Ничего, что я так, Диль? Скажи, я лидер. А что губу-то прикусывала? Что-то лидером там как-то... Давай, скажи, я лидер. Я лидер. Кто пойдет? Вот, ну ладно, здесь чуть получше. И вот ощути себя сейчас по десятибальной шкале, насколько ты лидер. Вот прям любую цифру. Нам главное от чего оттолкнуться? Нам все остальное пофигу. Семь. Семь. Лидер на семь. Вот я эта мама, я она. Я мама, я она. Я мама, я она. Я мама, я она. Что-то, по-моему, я тут лидер. Расстановки все знают, да? Что такое? Вот это оттуда прием. Я, что? Да, она лидер, если что. Чтоб все знали, она лидер. Она лидер, я сказала. Ян, при всем уважении, да, но это та, я прямо ощущаюсь. Да, смотри, да, смотри, вот этот страх мне очень твой нравится. Вот я мама, я она, я отхожу. Какая ты становишься, когда я отхожу? Одним словом. Свободная. Да, а что делать с этой свободой? Пум. Да. Так, может быть, еще пока не надо, то у тебя как бы есть руль, куда идти, что делать. Что-то свободное ты будешь делать просто. Да, я сейчас остановлю, и мы сейчас, мы продолжим. Я хочу, чтобы вы все понимали, да, потому что многие из вас, я знаю, что это избито, блин, но слушайтесь в эту фразу. Многие из вас ищут выхода. Выхода из состояния, выхода из какого-то там настроения, выхода из затыка. А куда вы войти-то хотите? Куда вы войти хотите? Вот мы сейчас видим, что вроде хочется сепарироваться от мамы, хочется там что-то сделать, и я говорю, окей, ты какая? Я свободная, а что ты будешь? И руки вот так расходятся. Я меняю человека, но он сам меняется, окей. А если у меня есть определенный запрос? Я не хочу сепарироваться от мамы, потому что мне очень нравится получать от нее информацию. Смотрите, да, мне очень и канал показывает, я же об этом и говорю. Нет, мне нравится быть с ней в канале. Мне не нравится один канал, виденье денежного потока у нас различается. И вот, собственно, то, что мы сейчас проходили, предыдущий кейс, у нас он разнится. И мы не хотим спорить на эту тему, но хотим быть в другом потоке. Вот что-то наговорила, наговорила вот это, мы там что-то туда, только бы не идти теперь дальше никуда. Смотри, вот я это мама-мама, я мама-яна, яна-мама-мама, вот прям мама, вот как она вот прям мама вот такая. Ну, а нет, все изящно, все очаровательно, да, но внутри-то мы все понимаем, что происходит. Да, вот я вот такая вот, вот сейчас я прям включусь прям, маму явно, сейчас ты меня прям почувствуешь. Ну, просто у меня сегодня вот такое настроение будет. Сегодня я мама-яна, да, вот в таком настроении. Да, и вот просто ощути, да, я иду к тебе, да, да, сразу закрылась, да. Как тебе, когда я тут? Как тебе? Я вот мама-яна. Нормально. Ну, ну, очень привычно, да, я бы сказал, у меня идет слово привычно. А вот теперь я не такая мама-яна, я мама-яна-подружка, вот о мальчишках, о сексе, о деньгах, вообще о чем угодно, вот такая прям. Все, принимаю, все, дочка, ты свободна, делай вообще, что хочешь. Зарабатывай как хочешь, делай что хочешь, сори, списки, с кем хочешь, да, ну, вот так прям. Вот такая прям. Я даже вот немножко ниже, чем ты, из-за того, что я понимаю, что ты современная, а я как, ну, я современная, но в своем таком формате. Вот я такая, мама-подружка, я она, маму-подружка, а ты уже не знаешь, видимо, что с ней делать, у тебя взгляд сразу же и потерялся. Вот я мама-подружка, я мама-подружка. Ну, так тоже нормально. Ну, нормально, вот так, ну, как бы, ну, так тоже нормально. Ну, то есть, что мы делать с тобой вот такие будем? Давай, мы сейчас это забыли, и я спрошу, в каком возрасте ты не успела отсоединиться от мамы, как от мамы. Цифру сейчас увидишь. Вот увидела. 18. Что там произошло? Что там за событие? Было, в котором ты не успела отсоединиться? Это было с институтом. Вот что там произошло? Там не произошла естественная отстройка. Вот на ощущении вы не отстроились, да, и ребенок завис просто в этом. Это не хорошо, не плохо, просто это так. Я не знаю, ну, мы сейчас отсоединим или нет, но мы хотя бы, да, это покажем, это начнем. Просто я сепарировался от мамы, как бы, не вот так тоже. Это произошло-то быстро в итоге, но пока я это осознал, и как эта система выстроена, а че, че с лицом-то стало? Да, я поняла, мне инсайты приходят. Да, понятное дело, чего там такое? Другие, почему? Вся прозовела, если кто-то видел. Да, ну, потому что мы сейчас осознали эту стратегию, и начинают остальные тоже меняться, и они начинают, вот все, что ты сейчас осознаешь, они были закрыты этой стратегией. Из-за чего, да, и психотерапия – это путь. Ой, какие молодцы, да, все классно. Да, ребят, я рад, что вы все рады. Работать можно там в офисе и париться, да, или что-то нелюбимое делать. Реализовываться можно и без денег, хотя они, в принципе, являются неотъемлемой частью показателя вашего социального роста, да, но можно это делать и без них. Я знаю таких людей, тоже у них все хорошо. И есть еще заработок, да, это вообще отдельная тема, все зарабатывают по-разному. Вот у вас у всех есть затык в какой-то теме, вы бы здесь не оказались, вы бы не прилетели в эту элитную психушку, если бы у вас все было хорошо. Потому что человек все, да, все принимающий, да, вот как меня сейчас иногда прям срывает, все, взял билет, все, я в Москву, 4 октября улетаю. Потом сел, подумал, из какого состояния ты взял этот билет. Ну, понятно, из какого, мне некомфортно стало. Как только я в комфортном, да мне пофигу где. Да в Москве, да в шалаше, да на Бали. Мне реально все равно, потому что мне хорошо, я принимаю. Вот у вас у каждого есть какой-то затык. И я опять спрошу вас, какой вы в этом затыке. Вот увидите сейчас этот затык. Мужчина, женщина, деньги, здоровье. Какой вы в этом затыке? Одним словом. Какая вы? Какой вы? Одним словом. Да, вот многие прям прогрузились. Одно слово. Увидьте это слово. И теперь станьте этим человеком прямо сейчас. Не ждите, становитесь этим. Да, кого-то пробило. Становитесь им прям. Молосы, сколько улыбок на лицах. Услышали. Ребята, я вас люблю всех, благодарю вас всех. Спасибо, что пришли. Супер. Ну все, можем восходиться. Спасибо.